Приветствую вас, давайте разберём данный вопрос. Вопрос касается наркотической зависимости мужа. У автора вопроса, как она говорит, что в течение, когда они познакомились, он, значит, употреблял, когда они, ну, вот, как-то решили быть вместе. Автор вопроса поставил условие, что если, значит, хочешь быть со мной, то бросай. Вот, он бросил, но не сразу, вот, 7 лет, соответственно, не употреблял. Вот, и по словам автора вопроса, значит, значит, 3 года назад начал опять употреблять. Вот, донат не борется, за то, чтобы он бросил, вот. Он говорит, что постарается бросить, в итоге ничего, просто плячется и употребляет дальше. А меня пишет автор вопроса, когда раз, когда узнаю об этом без остатся, что он мне, вроде, не может или не хочет с этим завязать. Мы с ним уже более 10 лет, я его, честно, сильно люблю терять не хочу. Просто очень сильно хочу, как-нибудь, любыми методами отучить его от этой дрянь. Ну, смотрите, если вот прям так как-то вот говорить о тех фактах, которые у нас есть, то я бы сказал, что, ну, во-первых, мужчина, значит, не употреблял, не употреблял, а потом вдруг начал употреблять. То есть, 7 лет, человек не употреблял, 7 лет. А, значит, а потом что-то случилось, что он начал употреблять. Ну, так, я думаю, я думаю, что дело-то здесь в том, что, очевидно, что-то изменилось. Изменилось в его жизни, изменилось в вашей жизни. То есть, что-то, очевидно, что-то стало по-другому. Так, давайте попробуем, может быть, разобраться в том, что поменялось. Что-то стало иначе, что он начал вновь употреблять. Как-то вот вы не, ну, вы как-то не спрашиваете его о том, что изменилось. Дело в том, что зависимость, любая зависимость, в том числе и наркотическая, она проистекает из определенных противоречий, из определенных, скажем так, состояний человека. И не просто так мужчина спустя 7 лет начал вновь употреблять, вновь принимать вещества. Что-то изменилось. Но, что именно изменилось, непонятно. Потому что, вы об этом ничего не пишете. Возможно, вы даже и не знаете, что изменилось. Это первое. Второе. Вы, желая ему помочь, делайте это откровенно для себя. А не для него. Для своего комфорта. Вам так хочется. И здесь идет, на мой взгляд, перекос в сторону зависимости. То есть, вот. Вы зависимо от того, будет ли человек продолжать употреблять или нет. Понимаете? Мужчина это чувствует, ну, мужчина чувствует, что вы зави, зави, завистье от него. И, само собой, его это не может не напрягать. То есть, его это подавляют. Вот. В принципе, с чем вам нужно работать, если вы хотите ну, вот. Если вы хотите ситуацию изменить. вы говорите о том, что желаете отучить его от этой дразы. ваше ну, ваше желание его отучить понятно, но также это свидетельствует о том, что вы человека как бы не принимаете таким какой он есть. То есть, вы как бы говорите, что ну, вот если ты не будешь принимать, то ты будешь для меня идеальным. Понимаете? скоб для плохого это чувствует само собой, что человек это pielt слушая само собой, что человек это знает. Это тоже не лучшим образом сказывается на ваших отношениях. Никто не говорит о том, что вы должны его принимать. Об этом никто не говорит. Но если вы его не принимаете, если вы говорите, что ты не будешь видеться с детьми, да, там еще что-то. Если вы говорите такие вещи, то нужно их реализовывать, наверное, до конца. Да, иначе это просто пустые угрозы и вас это дискредитирует. По сути это манипуляция получается. То есть вы вот пытаетесь, ну, манипулировать мужчиной, а он, соответственно, хочет из этого выйти. Хочет выйти из данных манипулятивных взаимодействий. Следующий момент заключается в том, что вы говорите. честно, я его люблю. Но только, судя по тому, что вы говорите, да, что вы любите его, честно, и судя по тому, что вы хотите, хотите его как-то вот переделать, да, как-то его вот, грубо, поменять, любовь ваша, к сожалению, больше похожа на привязанность. То есть она больше похожа на, ну, вот буквально на то, что вы привязаны к человеку. Тоже очень важно, что привязанность не позволяет быть свободным в отношениях. То есть, ну, если вы вот говорили, да, вот вы сказали вначале человеку как бы, что, ну, вот ты, если со мной быть хочешь, то, соответственно, там должен бросить. И это нормально, это нормально, то, что вы так сказали, это нормально. Абсолютно нормально. Но получается то, что вы сами себя предали, а теперь вы удивляетесь, что мужчина вам брал. То есть, что есть броню? Броню – это следственное недоверие, отсутствие доверия между партнёром. Вот. И с этим нам нужно в первую очередь работать, я думаю. для начала как-то определиться со своей, ну, позицией, то есть моя позиция какая вот по данному вопросу. Готовы я принять человека или нет? Да. Если не готовы, то, соответственно, вы уходите. Вот. А так получается, что вы готовы, но не признаёте мне этого процесса. А фактически это готовность. Ну, факти… фактически. Понимаете? Да, фактически. Фактически. это готовность принять. А формально – да, формально вы не признаёте. Но в данном случае всё получается несколько противоречиво. То есть ситуация связана, по сути дела, с тем, что вы сами утратили власть над своей жизнью. Не нравится что-то, я просто делаю, поступаю так, как считаю людям, исходя из того, что мне не нравится. Вот. Ну, а получается, получается, что ничего такого вы, ну, не делаете. И отсюда ваши трудности, отсюда ваша тревога. Отсюда ваша злость такая вот. Потому что слишком много у вас зависит от мужчины. Понимаете мне? А, возможно, человек это чувствует. Человек чувствует, что вы к нему так вот привязались, грубо говоря. Вот. Вот. И ему это, ну, опять же, на него это давит то, что вы, ну, то, что вы привязались к нему в этом смысле. То есть вот именно в смысле того, что, ну, многое стало от него зависит. Вот. у людей, которые склонны употреблять у них, у них всегда есть проблема, именно проблема ответственности. то есть когда вот ответственности слишком много, то люди стараются идти, а не боятся, потому что, ну, есть страх неудачи, есть страх не оправдать. Не знаю. Ожидания, надежды какие-то, вот, и соответственно, люди уходят как раз вот в употребление. Вот. То есть это на самом деле, на самом деле это замкнутый круг, то, что вот происходит сейчас. И само собой вам нужно из этого замкнутого круга выходить. Вот. Потому что это в первую очередь разрушает вас и ваши отношения. Вот. Так что, такой ответ, я думаю, можно вам дать. Ещё хотел сказать, что вот вопрос мотивации. Это очень важно. Вот. То есть, ну, зачем? Человеку бросать, употреблять ради чего? Ведь, ведь начал-то он употреблять с вами. Начал-то он употреблять, находясь в браке. Вот. Значит, без изменения отношений в браке необходимо и как результат, как следствие. Это, это поможет снизить уровень зависимости как раз таки вашего мужа, да, от вещества. Но это работа по изменению и вашего поведения в том числе. Вы-то думаете, что проблема вся в нём, а это вот не совсем так? Так. Проблема не только в нём. Проблема и в вас в том числе, в том числе. Ну, давайте будем как-то счастны, ну, в этом, в этом вопросе. Поэтому, вот, вы хотите ли вы работать над собой или нет? Вот в чём вопрос основного надпуска, то есть готовы ли вы признать, что доля ответственности за то, что происходит, ну, вот, сын вашим мужем доля, доля, не псян, не псян, не псян, не псян, доля, лечит на вас. Вот. Вот это был бы первый шаг к реальному решению проблем. Не к поиску виноватых, ни в коем случае. Никто виноватых, так сказать, не собирается, а именно ответственность. И последующая коррекция, чтобы человек, по крайней мере, мог вам, ну, доверять относительно того, что он делает. Чтобы он хотя бы вам не вряд, чтобы он хотя бы не бегал от вас. Понимаете? Откровенно. Вот. Вот. Вот вы говорите, что, ну, что вас бисит. Да? То, что он вам вряд. Верно. 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 А нам легко было. Рассказать. Немножко. о природе этой злости, то есть как вот она образовывается, из чего эта злость у вас получается, не могли бы вы этим поделиться. То есть понятно, понятно, что вы злите в данном случае нормально, но давайте попробуем копнуть немножко глубже и увидеть, что же там за злостью находится. Что еще, что еще помимо злости вы в этой ситуации чувствуете? Если вы сможете увидеть, о чем идет речь, я думаю, что это также приблизит вас к решению проблем. Вот. Ну и наконец, вы говорите, что очень любите своего мужчину. Скажите, пожалуйста, как проявляется любовь? То есть как вы понимаете, знаете, что любите его? Допускаете ли вы, например, что вот желание отучить его от употребления? Это есть проявление любви. То есть уверены ли вы в том, что любовь – это именно желание его переделать? Может быть там что-то еще? Что-то еще? Помимо любви присутствует. Давайте опять же постараемся себе по возможности честно в этом признаться. Потому что это важно. Потому что это важно. Это очень важно. Вы говорите «я люблю», но из любви человека поменять не пытаются. то, что вы описываете, это спасительство, к сожалению. Спасительство не происходит из любви. Спасительство происходит из других чувств. К сожалению, не самых приятных, не самых комфортных, не самых удобных, а самое главное не самых лицеприятных. То есть человек этих чувств своих как правило пытается избежать человеку неприятно осознавать, что у него есть. И вы можете закрываться любовью, прикрываться любовью, а на самом деле все это немножко другие. Это не значит, что вы мужчину не любите. Вы его, конечно, любите, но когда есть другие чувства, то это может влиять в принципе и на поведение. Это может влиять в принципе и на проявление этой самой любви, и на изменение характера своего взаимодействия с целом. Что приводит, конечно же, к разрушению отношений. И ничего хорошего из этого не получается. Поэтому в этой ситуации решают вопрос. Конечно же, вам, то есть вам решат. Но картинка, общая картинка, она вот такая. И я надеюсь, что это послужит для вас PC для размышлений. И вы переключитесь немножечко, немножечко, немножечко переключитесь с себя, с мужа на себя. Это пойдет только на пользу, когда человек увидит, что, оказывается, его близкий человек видит не только его, но и себя тоже. Это значит, что очень сильно отлично определяет. Это дает внутреннюю свободу и как результат, как результат, возможность выбирать. Это дает возможность выбора. Понимаете? Это дает возможность быть собой. для человека. Это очень важно, потому что, как раз, те, кто, скажем так, употребляют, употребляют, они частенько собой не являются. У них есть большая, большая проблема с тем, чтобы быть собой. Вот, попробуйте задать себе такой вопрос. Помогаете ли вы своему мужу быть собой? Делает ли он с вами шаги для того, чтобы быть самим собой или нет? Попробуйте честно ответить себе на эти вопросы. Это очень важный вопрос. Непростые вопросы. Но они помогут вам увидеть. А чего вообще для супруга твоего хочу? Я вообще чего для него хочу? Понимаете? Многие вещи станут в какой-то степени для вас очевидными. Но надо только в какой-то степени мужество. Мужество, чтобы это признать. Это непросто. Но возможно. Кстати говоря, психолог вполне способен вам в этом помочь. Если вы их позволите. Ну и да. Обратить внимание на тему созависимости предельно важно. Вы правда находитесь? Скорее всего в созависимых отношениях. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Удачи. Удачи.